МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. За водой на пруд в деревне Малой Отмене Красночитайского района несколько лет проблемы с водой. Убирают снег и собирают пыль. В столице республики появились многофункциональные машины для уборки территории. Молодые профессионалы. В Чувашии стартовал 9-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia. В Чувашию поступило еще 4100 вакцин от коронавируса. 2400 из них пришли во флаконах по одной дозе. Такой объем удобен для мобильных пунктов вакцинации, куда пациенты обращаются без предварительной записи. С четверга по воскресенье в торговом центре «Каскад» будут вакцинировать от коронавируса. С 18 по 21 февраля в ТЦ можно будет сделать первую прививку. Время работы мобильного пункта с 14.00 до 19.30. Через 21 день, 10 марта, мобильный пункт вакцинации снова откроется в «Каскаде» для того, чтобы жители сумели пройти через вторую степень вакцинации. Минздрав Чувашии напоминает, все желающие привиться должны иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Переселение из аварийного жилья, строительство дорог, благоустройство города и повышение туристической привлекательности. Эти и другие вопросы глава Чувашии Олег Николаев обсудил с активом Козловского района. В этом году мы начинаем выпускать новые продукции. Это станки лазерно-резки. Это новые продукции, которые только в этом году. В прошлом году в Казани мы выставились непосредственно с этим станком. В марте месяце мы запускаем его производство. Козловское предприятие «Фердавилокомпания» специализируется на изготовлении станков с числовым программным управлением. Занимается научно-техническими разработками. Внедрение новых производственных процессов позволяет развивать промышленность и экономику района. Вместе с прибылью растут и отчисления в бюджет. Мы выпускаем продукции и предоставляем его странам Казахстана, Белоруссии и по всей территории Российской Федерации. Конечно, основная продукция у нас идет в федеральный округ Приволчский. У нас появилось новое здание, где мы будем выпускать конкретное производство. Это станки лазерные. Значит, станки лазера. Мы будем планировать дальнейшее развитие нашего предприятия. Сегодня есть заказы из Армении. Которым можно уже заниматься и из других регионов. Следующий объект – это детский сад при второй школе. На его реконструкцию ушло 14,5 миллионов рублей. Открытие двух групп на 40 детей позволит решить вопрос нехватки мест в детских садах. Реконструкцию завершили еще в декабре. Но принять детей садик все еще не готов. Закуплена часть оборудования, но за это оборудование пока не проплачено. И поэтому пользоваться этим оборудованием, к сожалению, мы в настоящий момент не пользуемся. Цена вопроса – 4 миллиона рублей. Надо согласовать переброски. Хорошо. Тему надо закрыть, запустить, привести всю процедуру, потом уже возместить. В принципе, все равно вопрос решен. Просто надо организационные мероприятия провести. Волнует козловчан и другой вопрос. Это строительство дороги «Октябрьская». Одна из оживленных улиц в городе с протяженностью почти 2 километра в непогоду создает массу неудобств для местных. Необходимо на асфальтенную. Минтранс обращались с 2016 года. Все сроки откладывались. Тут более полторы тысячи человек живет на этой улице. Я дам поручение сейчас Минтрансу. Давайте проработаем вопрос. На совещании по подведению итогов глава региона отметил, что ждет от актива муниципалитета интересных проектов в сфере туристической привлекательности города. Кроме того, он призвал козловчан активно включиться в программу развития малых городов, куда уже вошли Ядрин, АллатРь, Канаш и Мариинский посад. Я думаю, что город Козловка имеет в этом году великолепные возможности для того, чтобы принять, во-первых, участие, ну и получить соответствующий федеральный грант для реализации изменения внешнего вида и благоустройства города. Есть уже практика, есть понимание того, что надо делать и как надо делать. А мы, со своей стороны, будем однозначно поддерживать и сопровождать данный проект как на стадии его разработки, так и на стадии реализации. В ходе совещания затронули и другие темы. Глава администрации муниципального образования Фердавили Искандаров отметил, что в районе стоит острая необходимость строительства нового жилья, в том числе и по программе переселения граждан из аварийных домов. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Сделать капремонт многоквартирного дома и сэкономить до 80% вложенных средств. Такую возможность предлагает программа энергоэффективного ремонта. В доме по улице 324-й стрелковой дивизии в Чебоксарах такой проект уже реализован. Оборудование, которое позволяет регулировать поступающее тепло, индивидуальные тепловые пункты на дом, датчики движения, включающие и выключающие освещение в подъездах и другие приспособления снижают расходы на оплату коммунальных ресурсов почти на 10%. Люди сразу ощутили, что не так жарко, когда в холодное время и когда теплое тоже. Примерно одинаковая температура держится внутри дома. Средним на двухкомнатную у нас, наверное, 1800, это не так много. Но я могу сказать вам единственное, что на квадратный метр у нас вышло 36 рублей. Под субсидирование попадает более двух десятков видов работ по повышению энергоэффективности. Например, замена лифтового оборудования, утепление фасада, ремонт горячего водоснабжения и другие. Для этого дом не должен иметь статус аварийного или ветхого. На примере дом 24-го дивизии «Дом-14», то есть их работы проведены были в 2018 году, они собрали полный пакет документов, передали его нам, мы, соответственно, сделали расчет, согласовали с госкорпорацией, и, соответственно, после этого пришли средства, компенсация на специальный счет. На капитальный ремонт было затрачено более 900 тысяч рублей, из которых 550 тысяч субсидировал фонд в содействии реформирования ЖКХ. Фонд финансирует в пределах 80% от стоимости работ и не более 5 миллионов на один дом, на один многоквартирный дом при подаче заявки. В принципе, если в доме повторно хотят провести какие-то работы и эти работы позволят получить в дальнейшем экономии, то можно подавать по дому и вторую заявку. В целом по городу на сегодняшний день воспользовались три дома, то есть по трём домам мы уже получили финансовую поддержку. На сегодня жители 80 домов республики уже изъявили желание принять участие в программе энергоэффективного ремонта. Ведётся масштабная работа с управляющими компаниями «Чуваши». Ольга Семёнова, Маргарита Мельникова, Александр Отюков, Республика. За водой на пруд приготовить ерунда, кормить скотину, истопить баню, ну а летом полить огород. Для жителей деревни малые отмени Красно-Читайского района эти ежедневные дела превратились в сложную задачу. Уже несколько лет в колодцах их населённого пункта уменьшается уровень воды. Ближайший источник – пруд, который находится в конце деревни. В деревне малые отмени две улицы с одинаковым названием – «Дружно». Живут здесь на самом деле дружно, помогают друг другу. За водой вместе рассказывают о проблеме тоже вместе. Как в Средневековье, понимаете, у нас колодцы, как в Средневековье. Ничего у нас нету. Воды вон по 30-40 сантиметров. Альбина Иванова наполняет канистру из соседского колодца. Воды мало, на всех не хватает. Да и источник не оборудован. Можно оступиться с ведрами. Чтобы хоть как-то обеспечить себя, Вера и Владислав Макаровой сделали на пруду прорубь. Коровы у нас есть в хозяйстве, теленок есть. Для себя-то в колодце немного набирается воды, а для скотины вроде жалко эту воду. Вот пришли и прорубили с дедом, прорубь тут. А потом после нас сюда стали все приходить за водой. Вот все сейчас приходят. У всех видно, вода кончается уже. В каждом дворе, а их в деревне 54, держат скотину. У многих по 2-3 коровы, с десяток овец, хозы. Всех надо кормить и поить. С крыши, когда капает, потеплеет, с крыши тоже всю воду забираем. У меня три козочки, ягнята, козлята, хотеленок. День надо 10 ведер, самый малый. В общем, стирать колодцы воды нет. Тушевая кабина не пользуемся. Есть кабина, не пользуемся. Стираем стиральные машины, есть не стираем. Ездим за водой, шумерлю, там колонки набираем. Плохо без воды. Такая ситуация с водой в деревне Малой Отмене уже около пяти лет. Жители не раз обращались в администрацию района. В 19-м собрали 400 тысяч на разработку проектно-сметной документации для строительства водонапорной башни. Полгода назад в поселении сменился глава, уверяя, что как только узнал о проблеме, сразу взялся за ее решение. Проектно-сметной документации все готово. Они деньги собрали. Проектно-сметной документации они получили. И нам надо было получить экспертизу. Мы заявление подали. Первый раз мы подали заявление в августе месяце. По данному вопросу, по водоснабжению Малой Отмене, вопрос постоянно решается. Мы ни один день не останавливались по этому вопросу. Надеемся, в этом году, если все хорошо получится, воду им проведем. Глава администрации района Иван Михапаров отмечает, что в программу инициативного бюджетирования эта деревня попасть не сможет. Нет инженерных сетей. Чтобы построить водонапорную башню, необходим 21 миллион рублей. Пытаемся решить эту проблему по программе Компенс развития сельских территорий. Для этого, в этом году, надеемся, войдем в список финансирования на 2021 год. И я очень сильно рассчитываю, что в 2021 году строительство, реальное строительство этого объекта начнется. История с водоснабжением в деревне Малой Отмене стала известна после того, как жители опубликовали видео в соцсетях. В выходные к ним даже приезжал депутат госсовета и привез бутилированную воду. К решению проблемы подключилась и районная прокуратура. Обратились в суд с иском об обязании администрации сельского поселения организовать водоснабжение в данном населенном пункте. Кроме того, в адрес главы администрации сельского поселения внесено представление прокуратуры района с требованием организовать водоснабжение, в том числе подвоз воды. Сейчас жители деревни ждут решения суда и надеются, что органы власти все же организуют доставку воды. А пока остается опять идти на пруд за водой. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. В четверг, 18 февраля, закроют движение по половине моста по на проспекте тракторостроителей в столице республики. Такие меры предприняты для ремонта опор моста. Транспорт сможет двигаться в обе стороны по отремонтированной части. Напомним, реконструкцию моста начали еще в мае прошлого года, а завершатся работы к 15 октября 2021. Зимой убирают снег, летом собирают пыль, моют и дезинфицируют. В парках и скверах столицы появились малогабаритные, но весьма функциональные машины. Универсальная, маневренная, удобная. Эта коммунальная техника готова служить круглый год и зимой, и летом. Небольшие размеры позволяют ей маневрировать в узких местах, при уборке скверов и аллей, и, конечно, экономить рабочие ресурсы. Пылесосы, они работают не только зимой, летом тоже убирают они парки и скверы, мусор собирают все, листья, бумаги, бычки, все они всасывают себе, емкость набирают и потом сами контейнеры вываливают. Сейчас нам очень помогает эта техника, сейчас рабочие мало приходят работать. Предприятие «Зеленстрой» обслуживает более 80 парков и скверов Чебоксар. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, открытых пространств для отдыха становится все больше. И новые машины здесь очень кстати. Столица поддерживает репутацию самого чистого города. Общая стоимость взятой в лизинг техники 35 миллионов рублей. Сегодня в Чувашии стартовал 9-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia. В 50 с лишним компетенциях заявлено более 500 участников. В этом году чемпионат рабочих профессий проходит на 18 площадках. В Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. Наша съемочная группа посмотрела, кто печет самый вкусный хлеб в республике и кто готов преодолеть себя самого, чтобы спасти других. Проложить рукавную линию, собрать пожарный шланг восьмеркой, отжаться на гирях, перенести пострадавшего и завершающее упражнение поднять штангу из рукавов. Все это под открытым небом в минус 23 градуса. Но юные пожарные стойко преодолевают препятствия. Сдаваться не в их характере. Представляю себе, что я реально на вызове. При прохождении полосы препятствий я представляю себе, что мне надо спасти пострадавшего. И это помогает мне быстрее выполнить результат и помочь моей команде. Я не видел интереснее профессии, потому что здесь нужно доказать свою силу, выносливость. Главное, что пожарные помогают людям. Компетенция «Пожарная безопасность» в этом году в республике представлена впервые. Ребята показывают умение владеть своим телом и духом. Для будущих пожарных это профессиональные качества. Все критерии и аспекты прописаны таким образом, чтобы оценить каждого участника. Помимо командный зачет, получается, каждый, кто внес из ребят лучшие результаты, те поедут и будут в сборной находиться. А подготовка очень высокая. То есть колледж приложил все усилия. Само собой, это были хорошие специалисты, хорошие эксперты, которые готовили ребят. Это тренеры. И, само собой, они передавали свой опыт. Ребята все, самое главное, доходят до конца. Укладывается определенное отведенное время. Это самый большой плюс. Само собой, у нас дежурит скорая помощь. А у этих участников чемпионата на площадке жарко. Пять девушек с самого утра занимаются заготовкой теста. Их задача на сегодня – испечь еврейский праздничный хлеб, бриошь разных видов и цельнозерновое изделие. Алена Свидерская – уже опытный участник. С тестом работает профессионально. Сегодня я пеку халы плетеные, сдобные изделия и многозерновой хлеб за пять часов. Эксперты будут оценивать органологическую оценку. Вкус, цвет, запах. Также состояние мякиша и вес. Соревнования продлятся до 20 февраля. Тогда же станут известны победители регионального чемпионата по всем компетенциям. Лучшие представят регион на всероссийском этапе. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Профессиональная ориентация со школьных лет – такую задачу ставят перед собой все участники образовательного процесса. На базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума состоялось выездное совещание по подготовке кадров для аграрного кластера Республики. Свою историю техникум ведет с сентября 1920 года, когда распоряжением наркомата в Вурнарах начинает работать сельскохозяйственная школа. В конце 60-х был создан совхоз техникум, на площадках которого теория соединялась с практикой. Но накопленный богатейший опыт нуждается в трансформации. Аграрный сектор Республики активно развивается. И здесь нужны высококвалифицированные специалисты, разбирающиеся в новациях. Разговор с учениками Вурнарской школы номер один, которых пригласили на встречу, выявил не очень хорошую тенденцию. Немногие ребята готовы работать в этой профессии. Сельское хозяйство – это грязно, это все низкотехнологично, это бедственно, ничего подобного. Я вас приглашаю к нам, приезжайте, мы покажем вам, что такое самые базовые технологии. Мы покажем вам сети фирмы, мы покажем, как наши студенты делают мороженое, пекут хлеб, выпекают, извините, делают сыры, лечат животных в ветеринарной клинике. Вот вы когда это увидите, может быть, вы поменяете свое впечатление об аграрном образовании. Основные направления обучения в техникуме должны подвергнуться серьезной модернизации. Туда должны прийти новые образовательные технологии. Школа номер один находится по соседству с техникумом. Возможно, для старшеклассников надо открыть агрокласс по аналогии с другими районами. Открытые уроки вполне можно было бы проводить в аудиториях среднего профессионального учреждения. Может, есть и другие предложения по специализации, но решать это надо совместно с родителями и педагогами. Спросите родителей. И исходя из этого мы сможем и класс укомплектовать, и выстроить траекторию сопровождения и обучения ваших педагогов, которые будут заниматься с детьми, и синхронизацию, значит, с другим вузом. Как ребенок может выбрать направление аграрное в школе, если он с ним не знаком, и не может он пролюбить мороженое, если он никогда в жизни его не пробовал. На примере вурнарского техникума можно будет понять алгоритм взаимодействия всех сторон и при необходимости производить перезагрузку многих СУЗов. По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут эксперты не только системы образования, но и сельского хозяйства и бизнес-сообщества. И только после этого можно будет вести речь о профилировании и создании специального класса. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Посвящается строителям рубежей. Сегодня в Театре оперы и балета состоялось театрализованное представление, посвященное трудовому подвигу строителей сурского и казанского рубежей. Вхождение в тему начинается сразу же с фойе. Пронзительную выставку о войне, оккупации западных территорий, партизанском движении назвали без срока давности. Здесь можно увидеть рассекреченные документы, фотографии, которые рассказывают о преступлениях фашистских захватчиков. Если бы фашисты прорвались на территорию нашей республики, у нас по плану Барбаросса здесь должна была проходить граница Третьего рейха по правам берегу Суры, вернее Волги. И мы должны были быть как раз самые, что не есть, уничтожаемые нацией, народом. Но страна выиграла ту войну, в том числе и с помощью тех, кто ковал победу в тылу. Своё выступление Чувашская государственная академическая симфоническая капелла посвятила строителям оборонных рубежей. В зале звучала музыка Моцарта Чайковского-Шостаковича. Нужно молодёжи, чтобы молодёжи знала о тех годах, о тех лишениях, через которые прошли в нашей стране наши отцы, наши деды. Праздник этот не застал. Основная масса тех, кто работали на этих рубежах, они уже ушли из этой жизни. И хочу сказать, что мало делились своими воспоминаниями, потому что они, видно, были настолько трудны. Люди разной веры, национальности сплотились в едином порыве и встали на защиту Родины. Это было 80 лет назад. Но помнить об этом подвиге нужно сегодня, завтра и всегда. Ольга Семёнова, Андрей Шоклев, Сергей Копеев, Республика. В Чувашии аномальные морозы. Среднесуточная температура на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Специалисты предупреждают, берегите своё здоровье и не переохлаждайтесь. А также не забывайте, обогревать своё жильё можно только исправными приборами. Главное управление МЧС России по Чувашской Республике рекомендует населению соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не обогревать холода своей жилищей при помощи газовой плиты. Помните о правилах безопасности при топке печей. Просим о всех происшествиях сообщать по телефону 0111-112. Известный художник, живописец, наш земляк Анатолий Рыбкин передал Чувашскому национальному музею 8 своих картин. Это подарок вековому юбилею музея. Китай, Тунис, Индия. Картины посвящены разным странам, в которых побывал художник. Анатолий Рыбкин много путешествует, и в каждой точке мира он рассказывает всем желающим о Чувашии. Его работы представлены в частных коллекциях Франции, Голландии, Швеции. Есть они и в родной республике, но не очень много. Именно поэтому Анатолий Рыбкин и решил преподнести свои работы в дар национальному музею. Буду считать тебя за честь, что в этих стенах музея будут мои картины, которые я написал по странам и континентам, когда ездил как художник в творческой экспедиции и с персональными выступками. Эти семь работ, они написаны в других странах. Восьмые работы – это как раз дар с нашего родительского дома, потому что эти яблоки, яблони посадил и вырастил мой отец. Надеюсь, вот этими работами, которые написаны в разных странах, просто расширит диапазон выступки. О спортивных достижениях во всероссийских соревнованиях по плаванию в Казани Виктория Одинцова, шестиклассница из Чебоксарской школы номер 38, завоевала сразу две медали. Плаванием Виктория занимается уже больше пяти лет. Веселый дельфин, а именно так называются всероссийские старты, собирает школьников со всей страны. За награды в Казани боролись более 600 юных пловцов из 54 регионов России. Виктория стала бронзовым призером на дистанции 100 метров, баттерфляем и серебряным призером в многоборье по сумме трех дистанций. Тренировалась я, честно, к этим соревнованиям целый год, готовилась. Они шли четыре дня. Плыла я в последний день, почти под конец, но у меня как-то получилось, и я попала на пьедестал. У Виктории много друзей. Девочку поддерживают не только семья, но и одноклассники. Ее победы становятся стимулом для остальных. Мы с Викой лучше подруги. Мы с ней учимся, плаваем, ходим на тренировки. И она меня мотивирует тем, что она занимает призовые места, хорошо проплывает на соревнованиях, очень даже быстро. И то, что она для своих лет, она такая быстрая и ловкая. И я хочу быть такой же, быстрой, ловкой и занимать призовые места. Спорт спортом, но и учебу никто не отменял. Виктории приходится догонять ребят, когда она долго отсутствует на уроках из-за соревнований. Сама Виктория Одинцова очень организованная, очень целеустремленная, очень бойкая, уверенная и признанный лидер. Она учится у нас на 4,5. Виктория уже выполнила норматив кандидата в мастера спорта и продолжает упорно тренироваться. Ульяна Пятакова, Инесса Потапова, Александр Атяков, Республика. Хоккейный клуб Чубоксары проведет последний тур регулярного первенства высшей хоккейной лиги на домашней арене. Игры пройдут 17, 18, 20 и 21 февраля. Богатыри встретятся с соперниками из набережных Челнов. Хоккейный клуб Чубоксары сейчас занимает первое место, опережая «Динамо Алтай» на 5 очков. Челны делят 4 и 5 место с красноярскими рысями. Напомним, чубоксарцы и барнаульцы не будут участвовать в четвертьфинальных играх плей-офф и сразу проходят в полуфинал. Они вступят в борьбу за Кубок Федерации 20 марта. Это главные новости Чубаши к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»